Добрый вечер! В прямом эфире вас приветствует творческая группа телеканала «Узбекистан-24». В эти минуты под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева проходит видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения правосудия и противодействия коррупции. Репортаж программы. За последние три года было принято более 20 законов, указов и постановлений по этим приоритетным вопросам. В результате реформ судей впервые оправдали 2273 человека. Кроме того, более 3,5 тысяч молодых людей и женщин, которые совершили преступление по незнанию, были взяты под поручительство махалии общественности и освобождены от наказания в виде лишения свободы. 60 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к уголовной ответственности за нарушение прав человека. На совещании отмечалось, такие изменения укрепляют веру нашего народа в торжество правды и справедливости. Однако, еще рано говорить, что наши люди удовлетворены судебно-правовой системой. Особо подчеркнуто, что недавние трагические события в органах внутренних дел города Андижана и Черокчинского района должны разбудить руководителей системы, призвать их сделать конкретные выводы. В настоящее время призваны к ответу 11 сотрудников внутренних дел, причастные к указанным преступлениям. 7 руководителей освобождены от должности, еще 16 привлечены к дисциплинарной ответственности. В ходе проведенного парламентскими группами во главе с руководителями Палату Аль-Мажлиса открытого диалога с народом на местах, общественность открыто заявила о случаях несправедливости в данном направлении. В преддепутаты и сенаторы, основываясь на этом опыте, будут проводить в своих избирательных округах регулярный диалог по вопросам обеспечения справедливости и борьбы с коррупцией, с привлечением судейского корпуса, руководителей секторов и общественности. В случае несправедливости и проблемы, высказанные населением, будут ежеквартально критически обсуждаться в местных кингажах с последующей постановкой конкретных вопросов перед ответственными лицами и оценкой их деятельности. Профильные комитеты у Аль-Мажлиса будут вести рейтинг правосудия и коррупционной обстановки каждого региона и по итогам каждого полугодия будут проводить парламентские слушания и проверки. Национальному центру по правам человека, амбуцману и Ташкентскому государственному юридическому университету поручено организовать обучение руководящих сотрудников органов правопорядка по специальному учебному модулю «Честь и достоинство человека. Высшая ценность». Отмечалось, что качество следствия и квалификация следователей не соответствуют требованиям. Так, за первые пять месяцев текущего года суды оправдали 323 гражданина, которым следственными органами предъявлены необоснованные требования, а также исключили необоснованные обвинения в отношении 1854 человек. В одном только прошлом году 236 оправданным лицам государством было выплачено 6,7 миллиарда сумм материального и морального ущерба. Как известно, конкурс на занятие должности судей был ужесточен путем установления таких требований, как наличие определенного стажа работы, окончание высшей школы судей. На совещании отмечена необходимость установления схожих требований и для кандидатов в следователи. В частности, ряду ответственных ведомств поручено создать институт следствия, разработать совершенно новые требования к профессии следователя, внедрить передовой опыт и стандарты в этой сфере. Каждый, кто приходит в здание суда, должен уходить с уверенностью в том, что в Узбекистане есть справедливость. Это требование президента, сказал глава государства. Ответственным лицам поручено пересмотреть судебную систему на основе передового опыта и международных стандартов по принципу «один суд, одна инстанция». В ходе проходящего в эти минуты видеоселекторного совещания также подробно рассматриваются перспективы развития института адвокатуры и рассматриваются задачи по комплексному противодействию коррупции в органах правосудия. Подробности в наших последующих информационных программах. Главой государства подписано сразу два документа. Указ о мерах по коренному реформированию и поднятии на новый уровень государственной молодежной политики в Республике Узбекистан и постановление об организации деятельности Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан, в соответствии с которыми образуется государственный орган, ведущий единую государственную молодежную политику и регулирующий все вопросы, в том числе принятие нормативно-правовых актов, имеющих непосредственное отношение к вопросам нового поколения. Детали документа в комментарии программы. Узбекистан – страна молодая во всех отношениях. И с точки зрения демографии у нас в арсенале внушительный потенциал для развития и, безусловно, уникальные стартовые возможности. На наших глазах растет и вносит все более внушительный вклад в развитие новое поколение. И государство постоянно держит их интересы в орбите своей внутренней политики. Сегодня День молодежи. И, конечно, символично, что именно в такой день глава государства подписал указ о мерах по коренному реформированию и поднятии на новый уровень государственной молодежной политики в Республике Узбекистан, в соответствии с которым образуется агентство по делам молодежи с управлениями в регионах и отделениями в каждом районе и городе республики. В прошлом году, 27 декабря, при встрече с молодежью, руководитель нашей страны инициировал создание агентства по делам молодежи, единый орган, которые будут вести единую государственную молодежную политику. Если мы смотрим на передовой международный опыт, взять пример Российской Федерации, там тоже есть Федеральное агентство по делам молодежи. Если смотреть на опыт Турции или Азербайджан, у них тоже есть Министерство по делам спорта и молодежи. То же самое Узбекистан тоже выходит на новый уровень, что будет единый орган, который будет вести единую молодежную политику. Определены основные задачи новообразованной структуры. Заключаются они в следующем. Проведение единой государственной политики, разработка и реализация стратегических направлений и государственных программ по сферам и направлениям, связанным с молодежью. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы и осуществление контроля за соблюдением законодательства в этой области. Воспитание патриотизма и уважение к национальным и общечеловеческим ценностям. Вовлечение нового поколения в науку и объединение его вокруг идеи от национального возрождения к национальному развитию. Защита прав, свобод и интересов молодежи через повышение правовой культуры и профилактику правонарушений. Сотрудничество с негосударственными некоммерческими организациями, оказание им поддержки путем выделения государственных грантов, субсидий и социальных заказов с обеспечением их целевого использования. Усиление социальной защиты в особенности сирот, лишенных родительской опеки. Координация работы направлена на осуществление пяти важных принципов. Вовлечение молодежи в бизнес и предпринимательство, создание для этого соответствующих условий. Развитие международного сотрудничества и проведение системной работы с молодыми людьми, обучающимися за рубежом. В том числе привлечение иностранных инвестиций для технологического развития сфер, связанных с молодежью. Мы будем заниматься также привлечением различных грантов, донорских средств для реализации различных проектов. Уже можно сказать, что нашим первым проектом, как бы агентство по делам молодежи Узбекистана, именно донорским проектом станет реализация проекта «Молодежь за социальную гармонию Ферганская долина» с общим бюджетом 2 миллиона 200 тысяч долларов. В рамках данного проекта намечена реализация различных проектов именно в трех областях Ферганская долина. Также разработка предложений получения нормативных правов актов, законодательной базы. И вот здесь я бы хотел заострить ваше внимание именно в том, что документам предоставлено право, что любой проект нормативного правового акта, если там существует или касается тем или иным образом интересов молодежи, в обязательном порядке согласовывается с агентством по делам молодежи. И это действительно очень огромная платформа и очень большая ответственная задача для самого агентства, но также это большая возможность для самих молодых. Утвержденной программой дополнительных мер по дальнейшему развитию государственной молодежной политики предусмотрена реализация конкретных мер по выделению грантовых средств молодежным инновационным стартапам, проведению мотивационных мероприятий с авторитетными ораторами, выделению субсидий для бурения скважин, установки теплиц и в целом для содействия занятости молодежи в регионах, обеспечение участия наших ребят на международных олимпиадах, организацию досуга и отдыха, проведению семинаров со специалистами, международных бизнес-форумов, организации на базе вузов, бизнес-акселераторов, созданию молодежного портала с формированием в нем национальных индексов оценки молодежной политики и законодательной базы, обеспечение участия молодых предпринимателей в международных форумах и ярмарках и еще целый ряд мероприятий, направленных на создание предпосылок для всесторонней самореализации и совершенствования. Детская организация «Камаляк» нуждается в поддержке для налаживания полноценной и целенаправленной деятельности. В этом документе говорится о внесении предложений по усовершенствованию деятельности детской организации «Камаляк» в течение трех месяцев. На данный момент детская организация «Камаляк» объединяет детей до 14 лет и в основном свою деятельность ведет со стороны идеологии и поддержкой их талантов. Но именно данное предложение, оно поможет детской организации вести свою деятельность не только на территории республики Узбекистан, но и выйти на мировую арену. В том числе рассмотреть свои направления. То есть мы можем заниматься защитой прав детей, которая на данный момент является актуальной задачей нашего государства. Потому что корнем именно молодежной политики является детская политика. Не зря у нас в Узбекистане недавно учрежден детский амбусман. И это будет новый этап детской политики. Агентству предстоит принять меры по реализации пяти принципов в 168 махалях 42 районов и городов республики совместно с Министерством культуры организовать клубы в школах и культурных центрах с целью привлечения не менее 20% молодежи к искусству и музыке. А с Министерством по развитию информационных технологий учебные центры с аналогичным охватом. С Министерством физкультуры и спорта кружки как в школах, так и в спортивных сооружениях. Необходимо расширять читательскую аудиторию среди молодежи, проводить переобучение женщин. И, конечно, надо иметь реальное представление о ситуации с безработицей. И привлекать молодых из студентов вузов к оплачиваемой сезонной работе путем создания молодежных добровольческих отрядов. Будут сформированы группы волонтеров, которые будут оказывать помощь одиноким пожилым людям, гражданам с ограниченными возможностями, работать с трудновоспитуемой молодежью. Есть, помимо этого, очень много других задач, которые направлены на обеспечение государственного контроля за обеспечением реализации той принятой молодежной политики. Помимо того, что молодежную политику нужно разработать, ну и ее нужно реализовать. И в реализации молодежной политики участвует очень много государственных органов, министерств, ведомств. Поэтому очень важно, чтобы вот этот единый орган выполнял функцию органа, который проводил мониторинг за реализацию всех этих принятых задач. Чем живет сегодня молодежь? С какими проблемами сталкивается? К чему стремится? Социологические исследования помогут анализировать и принимать меры по поиску ответов на проблемные вопросы. Мотивация и стимулирование – вот две основные составляющие эффективности в данном аспекте. Да и доверять нужно молодым и давать проявить себя на руководящих должностях. С данным документом организуется новый портал, портал молодежи Узбекистана. Данный портал будет в себе сочетать такие элементы, как базы нормативно-правых актов касательно молодежной политики, всех необходимых информаций в области молодежной политики. Еще отдельно хотелось бы отметить, что в данном портале будет запущен новый механизм, это индекс оценки работы молодежной политики. И это, в свою очередь, даст возможность своевременно реагировать на существующие определенные проблемы и решать эти данные проблемы в кратчайшие сроки. Что касается кредитования проектов молодых предпринимателей, то теперь оно будет осуществляться непосредственно коммерческими банками, а фонд Юашляр Келия Джегемес будет функционировать в качестве ННО. Агентству поручено с рядом министерств и ведомств разработать и реализовать до 1 октября 2020 года соответствующую дорожную карту и проект национального индекса оценки молодежной политики. Кстати, все организационные вопросы относительно деятельности агентства, ее структуры нашли отражение в постановлении президента. Молодость — это замечательная пора, когда кажется, что любая задача по плечу, и все мечты сбываются. Но еще очевидно, что для этого нужно много работать, стараться, стремиться и покорять высоты. А государственная молодежная политика идеологически и практически выстраивается таким образом, чтобы стремления молодых имели должное продолжение, а не оставались где-то на уровне грез. Также президент подписал постановление о мерах по совершенствованию системы испытания и сертификации сельскохозяйственной и миллиардативной техники. Оно принято с целью широкого внедрения эффективных методов обеспечения современной сельскохозяйственной техникой, таких как испытания и измерения, а также государственной поддержки сертификации сельскохозяйственной техники. Детали документа раскроют комментарии программы. Для получения хорошего урожая в наличии должен быть ряд определяющих составляющих. Добротная почва, высокоурожайные и устойчивые к заболеваниям семена, профессиональные навыки агротехнического характера, удобрения и, конечно, техника. Механизация сельского хозяйства в свое время стала отправной точкой для абсолютно нового этапа развития сферы. Все звенья вышеназванные цепи взаимосвязаны. За последние три года предприятиями УЗАгротехсану от холдинга произведено около 30 тысяч единиц сельхозтехники. В свою очередь, за этот же период времени в республику завезено без малого 48 тысяч единиц техники на 380 миллионов долларов. Очевидно, что после расширения площадей под выращивание различных культур, создания новых кластеров, потребности в техническом обеспечении процесса существенно увеличились. Однако, стоит признать, что не вся приобретаемая техника отвечает требованиям и особенностям почвы и климата Узбекистана. В целях широкого внедрения эффективных методов обеспечения современной сельскохозяйственной техникой, таких как испытания и измерения, а также государственной поддержки сертификации сельскохозяйственной техники, президент страны подписал постановление о мерах по совершенствованию системы испытания и сертификации сельскохозяйственной и миллиаративной техники. В соответствии с документом с 1 января 2021 года, вся импортируемая и произведенная сельхоз- и миллиаративная техника в обязательном порядке должна пройти испытания с точки зрения коэффициента полезного действия и эффективности. Данные испытания будут проводиться Центром испытаний по сертификации сельхозтехники и технологий, а также организациями, аккредитованными агентством «Устандарт». После усовершенствования агрегатов с добавлением дополнительных функций техника также вновь должна быть испытана. Только в области хлаковоческого и зерноводчества обеспеченность сельхозяйственной техники составляет 90-95%. Это, конечно, хороший показатель, но вместе с этим большая часть техники поставляется сельхозпроизводителям, местными производителями и импортерами на основе их личного выбора и доставляется без учета почвенно-климатических условий нашей республики и без соблюдения агротехнических мероприятий. Кстати, вышеназванный Центр был создан в 1948 году и по своему оснащению не отвечает требованиям времени. Но к этому вопросу мы еще вернемся. Таким образом, можно будет использовать только ту технику, которая получила рекомендации и вошла в единый госреестр, а ее запчасти и все составляющие имеют официальный сертификат соответствия. Помимо этого, до 1 января 2023 года непроизводимые в Узбекистане импортируемые испытательные и измерительные приборы освобождаются от таможенной пошлины. Цель – оснастить лаборатории Центра с современным оборудованием и провести аккредитацию лабораторных приборов на основе международных стандартов. Так вот, последняя реконструкция в Центре проводилась в 1975 году, а многие лаборатории функционально наполнялись еще раньше, в 1970-м. Понятно, что говорить о каких-либо стандартах не приходится. По расчетам специалистов, модернизация Центра обойдется в 5 миллионов долларов. Финансирование планируется осуществить в рамках грантов международных финансовых институтов. Модернизация включает в себя строительство новых ускоренных испытательных залов, в котором будут установлены самые современные оборудования, испытательные оборудования, измерительные оборудования, для того, чтобы определить кратчайшие сроки все необходимые показатели испытываемости из хозяйственной техники. Раньше испытание затягивалось до одного года. После реконструкции сроки проведения испытания сократятся на 2-3 месяца. Агентству «Стандарт» поручено в трехмесячный срок разработать технические условия для испытательных организаций и испытательные программы по видам сельхозтехники, а также единую интегрированную информационную систему импортируемой и производимой техники за счет грантовых средств. Вместе с Министерством сельскохозяйства будут предприняты меры по анализу действующих международных норм, а также действующих национальных норм, устанавливаемых к качеству и безопасности сельскохозяйства и милитативной техники. По результатам анализа будут пересмотрены действующие и разработаны новые технические условия уже с учетом специфики в почвенно-климатических условиях Республики Узбекистан с целью возможности эксплуатации сельскохозяйства и милитативной техники в Республике Узбекистан. По результатам пересмотра будут разработаны программы испытаний для данных видов продукции, как для отечественных производителей данных видов продукции, так и для продукции, поступаемой с внешних рынков. Что касается стандартов и испытательных программ, то они последний раз утверждались в 2004 году и, естественно, требуют обновления. Узстандарту предстоит обеспечить регистрацию организационных стандартов по сельскохозяйственной и милитативной технике, а Узагротехсонатхолдингу и Узагролизингу необходимо разработать и утвердить соответствующие программы. Интересно, что для тех, кто заводит, мягко говоря, не самую лучшую сельхозтехнику, агрегаты и запчасти, не предусмотрено никакой ответственности. Придется отвечать и тем, кто наружит обязательный порядок сертификации и испытаний, потому как перед Министерством сельского хозяйства поставлены задачи разработать законопроект по данному вопросу, создать инновационные парки, бургенчи, корши и фергане, а перед Министерством высшего и среднего специального образования интегрировать прохождение практики студентов профильных вузов с непосредственным производством. Тем самым создаются правовые основы по разрешению проблематики, связанные с соответствием приобретенной техники, когда иногда кажущаяся нам нормальной почва становится непроходимой крепостью для внушительной машины. И на ум вновь приходит риторическое «семь раз отмерь, один раз отрежь». 30 июня – День молодежи. Национальный праздник молодых людей страны отмечается ежегодно в День образования Союза молодежи Узбекистана. Праздничное поздравление в адрес юношей и девушек направил глава государства. В нем отмечено сегодня формируется новое поколение, способное достойно продолжить начатую огромную работу по построению в родном Узбекистане свободной, благополучной жизни. С большим воодушевлением поздравление было воспринято представителями поколения Next. Заслушав поздравления президента представителям молодежи, я был очень рад тому, что там уделяется внимание каждой сфере. Говоря о развитии предпринимательства среди молодого поколения, глава государства отметил открытие каворкинг-центров, где созданы хорошие условия для начинающих предпринимателей. Также в рамках государственной программы наша молодежь стремится к тому, чтобы стать еще более перспективнее и успешнее. Наш президент поздравил нас, всех молодых, с нашим праздником. Это было очень трогательно, потому что он еще отметил, что 4500 молодых юношей и девушек, которые участвовали в движении Саховат-Вакумак. Я сам непосредственно участвовал в этой программе, и для меня это было большой мотивацией, что президент лично отметил наше рвение. После Саховат-Вакумак мы со своими друзьями открыли собственную волонтерскую организацию, в которую входит более 60 девушек и юношей. Хотелось бы поздравить всех молодых людей нашей страны с сегодняшним праздником, пожелать им здоровья, удачи и большого-большого успеха. Сегодня наш день, сегодня день молодежи. Сегодня я хочу поздравить всю молодежь нашей республики с таким чудесным и знаменательным днем. Хочу пожелать им удачи, везения, и чтобы все они поступили в высшие учебные заведения и стали достойными гражданами нашей республики. Дорогие соотечественники, от всей души поздравляю вас с Днем молодежи. Желаю удачи в учебе и работе. Как сказал в своем поздравлении глава государства, несмотря на всеобщую беду, пандемию коронавируса, мы должны поддерживать своих граждан, живущих в других странах. Также хочу сказать спасибо всем молодым людям, проживающим в Японии, за оказание помощи своим согражданам. Еще раз всех с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Свои искренние поздравления юношам и девушкам нашей страны направила и послание генерального секретаря ООН по делам молодежи Джайатма Викраманаяки. Она положительно оценила молодежную политику республики в сфере создания новых рабочих мест. По ее словам, она рада наблюдать за тем, как с помощью национальных и различных платформ ООН укрепляется диалог с молодежью в стране в целях гармонизации программ и инициатив, направленных на потребности и нужды молодых людей. По мере того, как ваша страна становится все сильнее и устойчивее, нас действительно вдохновляет исключительная приверженность вашего государства гендерному равенству и постоянному вниманию вопросам развития молодежи. Преимущественно, молодое население означает большой потенциал для будущего страны, Поскольку в Узбекистане две трети всех жителей это молодежь до 30 лет, приоритетное внимание национальной политике по созданию рабочих мест и других источников дохода, предназначенных для молодежи с повышением их потенциала, является ярким свидетельством особого внимания и роста инвестирования в этой области, которые способствуют устойчивому прогрессу и достижению результатов. Рада наблюдать за тем, как с помощью разных платформ ООН и национальных платформ укрепляется диалог с молодежью в стране в целях гармонизации программ и инициатив, направленных на потребности и нужды молодых людей, расширение партнерских связей, создание динамичной инновационной инвестиционной экосистемы, увеличение масштабов молодежных инициатив и инноваций, включая наращивание взаимодействия между государственным и частным сектором. Это верный путь к ускорению результатов. Особое внимание проблемам уязвимых слоев населения является жизненно важным. Молодежь 2030 – это возможность для ООН объединить усилия и работать сообща с молодыми людьми и правительством, наращивать мощь и потенциал разных заинтересованных сторон, в том числе частного сектора, для того, чтобы поставить страну на путь достижения результатов для молодежи. Организация объединенных наций полностью привержена поддержке молодежи Узбекистана. Молодежи уделяется особое внимание не только как созидателям завтрашнего дня, но и решающей силе сегодняшних преобразований, отметила в своем поздравлении представителям молодого поколения председателя Верхней Палаты Парламента. Подчеркнута и внедренная в деятельности Сената практика по привлечению молодежи к обсуждению актуальных вопросов, их участия в работе экспертных советов, созданных при комитетах. В соответствии с государственной программой, в этом году в стране впервые был создан молодежный парламент при Сенате. Основная деятельность данной структуры заключается в том, чтобы вносить на рассмотрение государственных органов, субъектов законодательной инициативы, соответствующие предложения касательно повышения правового сознания и грамотности молодых людей о законодательном процессе. Работа молодежного парламента обеспечивает активное участие представителей поколения Next в воплощении в жизнь пяти важных инициатив. По случаю знаменательной даты председатель Сената Али Маджриса направила поздравления представителям молодежи. В нем было отмечено, что созданы все необходимые условия и возможности для всестороннего развития молодого поколения. Было подчеркнуто, что рационально используя созданные возможности, приобретая широкий спектр знаний, современно мыслящая и обладающая своей принципиальной позицией, молодежь превращается в решающую силу нынешнего и завтрашнего прогресса страны. В кадровой политике молодежному фактору также уделяется особое внимание, выражается доверие знающим, инициативным молодым людям, которые работают на ответственных должностях. И молодежный парламент тому пример. Председатель Сената Али Маджриса также отметила, что молодежный парламент станет высокой трибуной для свободного выражения юношами и девушками своего мнения. Сегодня для нас очень знаменательный день. Мы, молодежь, являемся будущим нашей великой страны. А это означает, что все в наших руках. В рамках завершившегося месяца молодежи состоялась церемония вручения нагрудных знаков Узбекистан-Бельгисе группе молодых людей, вносящих достойный вклад в развитие нашей страны. Кроме того, была организована пресс-конференция, посвященная деятельности Фонда Союза Молодежи, призванного поддерживать инициативы молодых людей в развитии бизнеса. Своими пожеланиями и впечатлениями поделились те, кто был удостоен столь высокой награды. Данная награда мне поможет добавить много сил и мотивации, чтобы больше творить, больше развивать нашу страну, в частности, систему народного образования, и вносить вклад в развитие страны. Для каждого человека признание его работы – это всегда важно. В нашей стране предприниматели находятся под опекой государства, широко поддерживают всех предпринимателей, особенно молодых. Столько возможностей создано. Отметим, что число молодых людей, которые стремятся получить этот знак, растет с каждым годом. В частности, в 2019 году в комиссию поступило 460 заявок, из них – 292 из областных и местных советов, 168 из министерств и организаций. На церемонии нагрудные знаки Узбекистон-Бельгесе получили представители молодежи, которые показали лучшие результаты в таких сферах, как наука, культура, искусство, образование, здравоохранение, журналистика, спорт, сельское хозяйство, малый бизнес, а также в области права и военного дела. Мероприятие началось с мотивирующего ролика о деятельности данной организации, где исполнительный директор ознакомил гостей и молодых предпринимателей с работой, проделанной фондом за последние два года. Перед фондом были поставлены цели в поддержании и финансировании стартапов для того, чтобы уменьшить количество безработной молодежи и увеличить количество предпринимателей среди молодых людей Узбекистана. Фондом был реализован ряд проектов на общую сумму 1 триллион 619 миллионов сумм, на которые были организованы 7700 новых проектов. После официальной части состоялся брифинг, где все желающие задавали интересующие их вопросы по деятельности фонда. Здесь было предложено организовать семинары и тренинги по повышению квалификации сотрудников и возможность сокращения срока рассмотрения заявок на получение кредита. После того, как я узнала, что существует программа, я решила прийти в Союз молодежи. Меня проконсультировали, грамотно объяснили, как все происходит, какие документы нужно собрать. Объясняли полностью весь спектр того, как я могу достичь своей цели. От Союза молодежи получила одобрение в декабре на получение льготного кредита по программе «Молодежь – наше будущее» для реализации своего проекта. Ранее фонд реализовал молодежные бизнес-проекты не только через государственную программу «Молодежь – наше будущее», но и «Каждая семья – предприниматель», где уделялось внимание развитию ремесел, поддержке женщин, фермеров, дехканских хозяйств и землевладельцев. Вместе с этим для активного вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и обмена опытом были организованы вебинары с участием как успешных, так и начинающих предпринимателей через социальные сети YouTube и Zoom. В Гулистане открылся первый технологический парк программных продуктов и информационных технологий. До 2024 года подобные учреждения будут организованы по всей республике. В них созданы необходимые условия для полноценной работы. Офисные помещения, куоркинг-центр, конференц-зал, библиотека, инновационные лаборатории, учебные комнаты, медиа-центр. Дельфуза Мономинова о возможностях нового IT-парка из Сардаринской области. Место, где активные и талантливые люди превращают свои идеи в реальные бизнес-проекты за счет наличия современной технической инфраструктуры, финансовой и научной поддержки, теперь появилось и в Гулистане. С каждым годом потребность в услугах IT-специалистов в обществе возрастает, а государственная программа на этот год предусматривает реализацию ряда масштабных задач и проектов в области цифровой экономики и электронного правительства. И факт того, что около 60% населения страны составляет молодежь, указывает на большой потенциал в области кадров. В настоящее время в республике реализуется уникальный мегапроект 1 миллион узбекских программистов и создание соответствующей инфраструктуры в приоритете. Так как технопарк является своего рода синтезом интеграции науки, образования и высоких технологий, то перед строителями была поставлена задача возвести уникальное архитектурное решение. В двухэтажном здании разместились аудитории для киберспорта и робототехники, каборкинг-центр, лаборатория, лекционные комнаты и многое другое. Оно рассчитано на создание более 100 рабочих мест и размещение порядка 15 предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере ИКТ. Резидентом будет оказываться маркетинговая, юридическая и консультативная помощь. Основная задача данного филиала – это реализация IT-проектов областного масштаба, республиканского, а также международных проектов. Но для этого в первую очередь перед нами стоит задача подготовить кадров. И по этому поводу в каждом районе Садаринской области, а также в городе Гульстан отдельно создается IT-центр. Центр цифровых технологий. Основной задачей которой является подготовка специалистов к краткосрочным курсам от 6 месяцев до 9 месяцев. Соответственно, они могут проходить программы обучения по разным направлениям программирования языков программирования, а также по направлению 1 миллион программистов. Этот адрес станет органичной частью местной стартап-экосистемы и позволит создать благоприятные условия для дальнейшего развития отечественного стартап-движения. Планируется уделить особое внимание той части населения, которая не получила высшее образование, но готова к получению базовой IT-квалификации. Здесь будут реализовываться программы бизнес-инкубации, акселерации и выведения на рынок перспективных стартап-проектов, в свою очередь в 2020-2024 годах хотят организовать филиалы IT-парк во всех регионах республики. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзат и главы внешнеполитических ведомств пяти стран Центральной Азии обсудили взаимодействие по афганскому урегулированию в формате C5-1, в формате видеоконференции. В ходе переговоров были рассмотрены и перспективы привлечения финансовых средств в корпорации финансирования международного развития США для реализации инвестиционных проектов в Узбекистане. Репортаж Джамшида Саатова с места события. Встреча высокого уровня формата C5-1, впервые проходящая в виде видеоконференц-связи, включил в повестку дня ряд вопросов. В частности, это тема, касающаяся укрепления сотрудничества в области экономики, противостояния современным вызовам и угрозам, в том числе борьбы против распространения коронавируса. С учётом последних глобальных изменений на фоне пандемии COVID-19, было предложено сфокусировать современную работу в таких направлениях, как развитие цифровой экономики, консолидация национальных транспортных стратегий, стимулирование инноваций в сельском хозяйстве, наращивание энергетического потенциала стран региона, активизация усилий по улучшению социально-экономической ситуации в экологически неблагоприятных зонах Центральной Азии, в том числе превращение региона Приораля в зону инноваций и технологий. «Это уже третья встреча, и я считаю, что она была очень важна для всех нас. За последнее время мы достигли значительных успехов в области сотрудничества по самым разным направлениям. К сожалению, пандемия коронавируса сегодня наносит ущерб большинству стран, поэтому мы должны уделить должное внимание борьбе против вируса, приложить общие усилия». Глава МИД Узбекистана отметил, что узбекская сторона поддерживает активные усилия международного сообщества по продвижению мирного процесса в Афганистане. В выступлениях руководителей внешнеполитических ведомств было подтверждено, что формация 5 плюс 1 продолжает демонстрировать свою значимость и актуальность в качестве платформы для продвижения мира, стабильности и процветания в Центральной Азии. Далее о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. По информации Министерства здравоохранения, количество зараженных коронавирусной инфекцией к данному часу составляет 8 385 человек, выздоровевших 5 569, 25 летальных исходов. Одним из основных условий предупреждения распространения коронавируса является строгое и неукоснительное соблюдение правил карантина. Несмотря на проводимую масштабную разъяснительную работу и принимаемые меры, к сожалению, до сих пор встречаются граждане, не осознующие всю серьезность ситуации. В здании Центра Юнусоватского районного отделения госсанэпиднадзора организована лаборатория. Она проводит тестовые исследования на наличие коронавируса. Полученные результаты позволяют выявлять очаги распространения COVID-19. Дело в том, что данное заболевание быстро распространяется и на данный момент количество зараженных увеличивается. В этой связи очень важно своевременно выявлять случаи COVID-19. Если часто проводить тестовые исследования, то мы сможем минимизировать распространение вируса среди населения. Сегодня состоялось 31-е заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества независимых государств. Были обсуждены вопросы об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в государствах участников СНГ и предпринимаемых мерах по борьбе с COVID-19. В начале заседания участникам была представлена информация о проделанной работе Совета за прошедшие пять лет, центре внимания и ситуация по COVID-19. Отмечалось, что весь мир в период пандемии столкнулся с глобальным вызовом необходимости сохранения и спасения жизни людей, перестройки систем здравоохранения, межведомственного взаимодействия, использования новых подходов в информационных системах. В ходе заседания обсудили вопросы об эпидемиологической ситуации в государствах участников СНГ и предпринимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. Лидеры стран СНГ, руководители министерств и ведомств, отвечающие за здравоохранение и общественную безопасность, находятся в регулярном и продуктивном контакте по этой теме. В ходе заседания Совета министров иностранных дел 12 мая и Совета глав правительства СНГ 29 мая, это по инициативе Республики Узбекистан были обстоятельно рассмотрены вопросы, предусматривающие принятие совместных мер государств-участников Содружества по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Совет глав правительства СНГ принял совместные заявления в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В нем отмечена серьезная угроза пандемии для всего человечества, ее колоссальные негативные последствия для мировой финансово-экономической системы. В самом исполнительном комитете СНГ с 25 марта создана и функционирует рабочая группа по мониторингу ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19. Говорилось о том, что в глобальном плане борьбы с коронавирусной инфекцией принципиально важным является объединяющая роль Всемирной организации здравоохранения, включающая совершенствование механизма реагирования на пандемию. В ходе мероприятия был одобрен проект соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Следующее, 32-ое заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ запланировано провести 12-13 октября текущего года в городе Ташкенте. Другим темам. Молодежь в Узбекистане интеллектуальна и перспективна, потому в нужный момент ее необходимо поддерживать. Для того, чтобы подрастающее поколение могло самореализоваться, существует множество государственных программ и ряд механизмов, которые контролируют их воплощение. Так, в марте нынешнего года при Министерстве по чрезвычайным ситуациям начал функционировать колл-центр по работе с обращениями молодежи. Об этом Мурат Садыков. 2120. Именно столько звонков поступило в колл-центр по рассмотрению обращений молодежи, который начал свою работу в марте этого года при Министерстве по чрезвычайным ситуациям. За эти месяцы вот такой формат взаимодействия с молодыми людьми показал свою высокую эффективность. На короткий номер 1250 ребята звонят по самым разным вопросам, да хотя бы для того, чтобы получить совет от экспертов МЧС. Но особенно активно ведомство помогает молодым людям в трудоустройстве. Как известно, МЧС наряду со своей основной миссией также воплощает в жизнь ряд крупных сельскохозяйственных проектов приоралии, куда на работу приглашается незанятая молодежь. Ну а если то или иное обращение выходит за рамки компетенции структуры, то ситуация берется под контроль. И процесс решения проблемы, с которой обратился молодой человек, осуществляется совместно с профильной организацией. Я обратился в колл-центр по работе с обращениями молодежи при МЧС с просьбой помочь мне в получении банковского кредита в размере 30 миллионов суммов. В итоге мне выдали эту сумму, которую я использовал для реализации своего бизнес-плана. На эти деньги я построил теплицу, которая уже приносит недоход. Я выращиваю помидоры, сдаю их на местный рынок, планирую расширяться и увеличить количество рабочих мест. И таких примеров большое количество. Еще раз напомним короткий номер колл-центра по рассмотрению обращений молодежи – 1250. Воспитание здорового, гармонично развитого, приверженного национальным традициям и ценностям поколения в нашей стране в приоритете. В этой сфере ведутся комплексные меры, в том числе и в республиканском учебно-воспитательном учреждении для мальчиков, закрепленном за национальной гвардией. Тему проложит наш корреспондент. Республиканское учебно-воспитательное учреждение для мальчиков при Министерстве народного образования, расположенное в городе Бахте Сырдаринского района Сырдаринской области, в 2019 году постановлением президента было закреплено за национальной гвардией Республики Узбекистан. Мероприятие, организованное как практический результат нового этапа совместных работ, несомненно, надолго останется в памяти воспитанников. Это связано с тем, что судьба учащихся, их будущее и решение их проблем находятся в центре внимания каждого представителя ответственных организаций, посетивших данное учебное заведение. В целях предотвращения преступности и правонарушения среди несовершеннолетних, радикального улучшения системы работы с молодёжью, нуждающейся в особом воспитании и образовании, Национальная гвардия сотрудничает с Союзом молодёжи Узбекистана, Министерствами народного образования и по поддержке махали и семьи. Также в соответствии с заданием командования Национальной гвардии для содействия социальной адаптации выпускников образовательного учреждения в обществе, каждый выпускник закрепляется за ответственным сотрудником соответствующего регионального управления Национальной гвардии по месту жительства, благодаря чему выпускникам будет оказано содействие в получении образования и их трудоустройства. На торжественной церемонии непосредственно приняли участие представители областного хакемиата, сенаторы и ряд других должностных лиц соответствующих организаций. В ходе мероприятия от имени командующего Национальной гвардии Республики Узбекистан учебному заведению были переданы автомобиль «Дамас», бытовая техника и другое необходимое оборудование, а также саженцы декоративных деревьев для благоустройства территории учреждения. Кроме того, областным хакемиатам для воспитанников были подарены несколько видов домашних животных и птиц. Сегодня в результате глубокого внимания к молодёжи в воспитательном учреждении созданы отдельные секции, основанные на интересах каждого ученика. С помощью Национальной гвардии Республики Узбекистан установлена связь со 106 выпускниками в 2019 году и 25 в 2020 году. В то же время наша ответственность как преподавателей также значительно возросла. Кроме того, в результате систематической и последовательной работы поведение в общей сложности 90 воспитанников изменилось в лучшую сторону. Необходимо отметить, что будущее выпускников данного учебного заведения всегда остаётся под контролем. Также разрабатываются и внедряются специальные планы по обеспечению занятости воспитанников данного учреждения. Командованием Национальной гвардии взяты под контроль не только процессы в этом учебном заведении, но и наша последующая жизнь. Ответственными лицами поступило предложение, которое я даже не ожидал. Мне предложили служить в рядах Национальной гвардии после прохождения досрочной военной службы. Я очень рад данному предложению. Быть в военной форме и служить своей родине – одна из моих заветных целей. В завершении мероприятия были представлены показательные выступления по рукопашному бою, которые придали особый настрой всем участникам мероприятия. Продолжаем выпуск. В Комитете по делам религии при Кабинете Министров состоялось очередное заседание Совета по делам конфессии. У рассмотренных на встрече вопросах в репортаже нашего корреспондента. Представители всех религиозных конфессий обсуждали вопрос укрепления содружества среди представителей различных религий, обеспечения спокойствия и стабильности представителями конфессий, толерантности, деятельность конфессии во время пандемии и проделанная работа в этом направлении. Мы видим, что те организации, которые, мировые организации, которые смотрят за нашими религиозной деятельностью, увидели бы в нашей республике религиозные конфессии не поддаются каким-то репрессиям или каким-то ограничениям. Слава Богу, что наконец-то они убедились, что у нас всё хорошо, что религиозные организации живут своей жизнью и что они ведут свою работу на основе закона о свободе совести. Говорилось о том, что толерантность – неотъемлемая часть духовности и культуры узбекского народа. Особое внимание уделяется дальнейшему укреплению в последние годы связей дружбы между различными нациями и народностями, проживающими в нашей стране. Услышали мы тоже информацию, связанную за нас новым законом о религиозных организациях. Сегодня мы получили очень обширную информацию об этом, как происходит всё это и основные пункты связаны с нашей деятельностью. Мало того, что мы это выслушали, была тоже возможность, чтобы мы дали свои предложения или попросили объяснения некоторых пунктов. Сегодня в нашей стране проживает более 130 наций и народностей, 16 религиозных конфессий живут в согласии и проводят свои религиозные обряды. Внимание к ним из года в год растёт. Это нашло своё отражение и в проводимых реформах в Узбекистане во всех сферах. В частности, пятое направление – стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а именно посвящённое вопросу обеспечения религиозной толерантности и межнационального согласия, является ярким примером уделяемого им повышенного внимания. Состоявшийся диалог между сторонами послужил очередной основой для глубокого понимания важности обмена мнениями, религиозной толерантности, взаимопонимания, солидарности и совместной деятельности в сфере инноваций и изменений в религиозно-просветительской сфере. Ведь сегодня важнее, чем когда-либо жить и действовать в духе религиозной толерантности, межнационального согласия, взаимного уважения. Несомненно, такие встречи ещё более важны тем, что они направлены на демонстрацию практического воплощения проводимых в нашей стране реформ. По итогам обсуждений, всем руководителям религиозных конфессий были вручены свидетельства о членстве в Совете конфессии. Вы смотрели новости 24 о развитии событий в наших следующих информационных выпусках. До свидания.